Электронные системы контроля на атомных электростанциях. Это тема занятий, которую читают студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, доцент Национального исследовательского ядерного университета Московского инженерно-физического института Сергей Выговский. Такая форма работы практикуется в рамках участия университета в государственной программе подготовки специалистов для ядерной энергетики Республики Беларусь. С Московским инженерно-физическим институтом мы взаимодействуем уже на протяжении практически пяти лет, то есть все это во времени, пока наш университет участвует в государственном программе подготовки специалистов для ядерной энергетики Республики Беларусь на 2008-2020 годы. Кроме чтения лекций по назначению, структуре, составу оборудования, алгоритмам работы и основным параметрам системы управления и защиты реактора на установке ВВР-1000, российский специалист провел лабораторные работы, направленные на определение основных параметров системы управления защиты и изучение некоторых режимов ее работы. Мы сейчас рассматривали на нашем устройстве, которое мы поставили в Багуир, аварию за проектным типом, где очень много отказов разных всевозможных и показать глубину защиты, защищенности реакторной установки ВВР-1000. Какое бы действие вы ни произвели, он должен просто остановиться и все, то есть без всякого последствия. Вот такой тип реактора и будет в вашей стране. Атомные электростанции нашего государства отличаются повышенной степенью защиты и не имеют аналогов России. Ваша станция существенно отличается, например, от действующих станций в России и обладает гораздо более повышенной безопасностью по сравнению с тем, что есть у нас пока. Ребята активно участвовали в работе на протяжении всего периода занятий. В сравнении с российскими студентами, конечно, это небо и земля, я вам честно скажу, потому что таких мотивированных и очень серьезных дисциплинированных студентов я давно не видел. И, кстати, это началось из Белорусского государственного университета, а здесь это как продолжение и подтверждение моего мнения, которое сложилось уже в течение многих лет. Тема очень интересная, очень актуальная, тем более для нашей страны, когда строится атомная станция у нас. Поэтому я считаю, что такие вот мероприятия с преподавателями из университетов российских очень полезны будут нашим студентам. И именно для себя я очень много вынес нового. Сейчас программа аналитического тренажера пользуются студенты, но в ближайшем будущем она найдет свое место в учебных тренировочных пунктах атомных электростанций и будет внедрена в учебные процессы университетов России, Украины, Белоруссии. Яна Пристинская, Максим Максак, Молодежное телевидение, БГУИР.